Как мы уже знаем, прошла почти неделя после того, как 72% украинских избирателей, проголосовавших на выборах, избрали нового президента и международная практика говорит о том, что избранный, но еще не вступивший в свои полномочия президент выступает именно на событиях очень близких, ну, например, таких как годовщина Чернобыльской катастрофы или, например, приближающаяся Пасха. В любом случае, президенты выбирают те мероприятия, которые традиционно принято отмечать каким-то вниманием от первого лица. Избранный же президент задает новый формат отношений с народом путем выпуска видеороликов, то есть непрямого общения, в записи. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше, но по текущим событиям был записан всего один ролик с обидами на ЦВК за то, что долго считают голоса. Так вот, Зеленский, новый избранный президент, отбыл в Турцию. Обычно считается, что первый визит главы государства после его вступления в должность исполнен особым символизмом и показывает на то, какую страну он считает наиболее близкой и самым главным и важным партнером. В отдельных случаях визиты происходят еще до вступления в должность. Это может быть вызвано форс-мажорными обстоятельствами, как то эпидемия, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или войны. Как известно, Украина ведет войну с РФ за освобождение захваченных ею территорий. Это значит, что формальный повод именно для такого неофициального визита имеется. В принципе, это был бы логичный выбор, поскольку взаимодействие Украины и Турции в оборонно-промышленном сегменте в последнее время стал особенно тесным. Достаточно вспомнить поставки совместного производства ударно-беспилотных летательных аппаратов. Но, как выясняется, он поехал не для этого, а просто покупаться, потусить и вообще отдохнуть от нервного напряжения предвыборной кампании, навалившейся на него в Париже. В связи с этим складывается впечатление, что те силы, которые посадили его в первое кресло страны, просто стараются не показывать его на публике, как это было с парижскими каникулами. Что они пытаются убрать от глаз публики, приходится только предполагать. В любом случае, годовщину Чернобыля и Пасху он проведет в Турции. Хорошо это или плохо решать тем 72% избирателей, которые отдали за него свои голоса. Автор под ником АнтиКолорадос. И буквально мой короткий комментарий. А вы ожидали, что это будет как Петро Порошенко в вышиванке с Пасхой и крашенными яйцами в церкви? Нет, господа. А вот так вот. Поехал купаться, напишет твит или выпустит видео. Ну, есть у кого поучиться. Например, у президента Трампа. Так и будет общаться между курортами и, возможно, своими личными делами. Тут Путин ему новость подбрасывает с раздачи российского гражданства, кому ни попадя. Но Зеленскому, судя по всему, до феи. Уже почти потухший голос Петра Порошенко изо всех сил старается докричаться до европейских лидеров. Дескать, нельзя же так. Давайте срочно. Новые санкции. Это же буквально роспись в настоящей оккупации. Теперь несколько миллионов человек будут почему-то гражданами России. Кстати, интересно, по какому принципу будут их отбирать? Где вот эта граница ДНР-ЛНР? Или кому дадут это гражданство, кому не дадут? По какому признаку? Конечно, это беспредел, но понятно, почему это происходит. Один Вова показывает другому Вове, кто тут самый главный Вован. Он хочет сразу показать, дескать, смотри, парень, ты еще не вступил в должность, а я тебе вот так. Вот пользуйся этим случаем, когда у вас уже президента нет, а другой президент непонятно чем будет заниматься. И мы тут под это дело продвинем эту историю. Тем более, что давно надо было. Если правда то, что я думаю, что господин Зеленский это кремлевский Буратинко, то он, может быть, вообще никак не отреагирует на эту новость. Помашет с Турции, запишет положительный ролик, а вы, ребята, радуйтесь его обязанность развлекать, а не требовать новых санкций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова